Вечер во Владимире продолжает Телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Доступная среда, так звучит наша тема сегодня. Говорим о людях с ограниченными возможностями, насколько наш город, да и наша страна приспособлены для того, чтобы и человек с ограниченными возможностями чувствовал себя полноценным членом общества. У нас сегодня в гостях председатель областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Михаил Геннадьевич Осокин. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И член общественной организации «Стремление к жизни» Олеси Нестерович. Здравствуйте, Олеса. Добрый вечер. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире, поэтому, если у вас будут вопросы к нашим гостям, если вы захотите высказать свое мнение по заявленной теме, звоните телефон в студии «Прежний» 44 40 47. Также по традиции мы запускаем для вас телефонное голосование. Вопрос сегодня звучит так. Как вы считаете, внимание общественности к проблемам инвалидов необходимо, либо государство делает для этого достаточно? Телефоны вы видите на своих экранах, выбирайте более правильный для вас ответ, звоните. Напоминаю, что эти телефоны совершенно бесплатны. В конце программы мы обязательно подведем итоги вашего мнения. Ну а пока предлагаю начать. Итак, Михаил Геннадьевич, 30 лет Всероссийскому обществу инвалидов отметили не так давно, в августе, правильно? Ну мы празднуем это начиная с июля. С июля. Ну 17 августа, насколько я знаю, такая дата считается. Или как? Мы часть огромной общероссийской организации. И она как раз была создана в августе месяце. Наша областная организация чуть-чуть пораньше. Мы были созданы в июле месяце. 30 лет. Много это или мало? И чем сегодня живет ваша организация? Ну по человеческим меркам, да. По человеческим меркам действительно огромный возраст. Для организации это не так заметно, потому что у нас есть определенные циклы, какие-то мероприятия, встречи, работы, и за ними не очень замечаешь, как пролетают те самые годы. Я уже, не знаю, больше 10 лет руковожу организацией, и полное ощущение, что я пришел буквально на днях. Организация меняется. И меняется она прежде всего от тех потребностей, с которыми к нам приходят люди. Когда я только начинал свою работу, частью ее, значительной частью, была раздача еды. Потому что ко мне приходили люди, которым было нечего есть. И мы вешали гречку, разливали подсолнечное масло и относили это людям с инвалидностью домой. Сейчас, слава богу, такого нет. И вопрос, с которым ко мне сейчас приходит, это и работа, и какое-то желание творчества, желание поучаствовать в каких-то спортивных соревнованиях. И меня не может не радовать такое изменение, потому что спасение собственной жизни, оно как-то куда-то отошло. И слава богу, потому что хочется, чтобы люди богаче жили, а не выживали. Вот сейчас, на мой взгляд, начинается проявляться... То есть переход от выживания все-таки перешел к жизни, да? Я думаю, что мы уже передвинулись туда. Я очень надеюсь, что мы закрепимся на этой стадии и будем двигаться только вперед. Ну, приятно слышать, что и работа проведена не зря, и в то же время, что благосостояние людей растет, и уровень жизни их растет. У нас уже есть звонок зрителя, давайте его выслушаем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я хотел бы обратиться к Олеся. Во-первых, поблагодарить ее за организацию поездки на Сырмарку и в Горховец. Я получил очень хорошее впечатление от этих поездок. Вот, мне очень все понравилось. Да. Вот, а откуда происходит финансирование? Ну и... Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Олеся, как я понимаю, тот человек, телезритель, который позвонил, он был на экскурсиях, да? Да. Расскажите, пожалуйста, во-первых, чтобы нашим зрителям было понятно, что за экскурсии, которые посетил телезритель? Ну, экскурсии у нас были организованы еще три года назад, они были для людей с инвалидностью, то есть мы их организовали в теплое время года, чтобы молодые люди с инвалидностью совместно с молодыми волонтерами имели возможность выехать куда-то в другую. Ну, к примеру, вот мы ездили в Горховец, в Муром, в Юры в Польске или на ферму к Джону Каспийске. И для того, чтобы, ну, расширить свой кругозор и пообщаться с друг другом. Вот, к примеру, могу сказать, благодаря таким поездкам три года назад мы девочку взяли с собой на территорию смыслов. Она очень боялась, так как она была на коляске поехать туда, но мы пообщались, она увидела, какие мы открыты, как мы готовы всем помогать ей во всем. И она поехала с нами на территорию смыслов и была очень довольна на Всероссийский форум. В этом году у нас тоже был ряд поездок с людьми с инвалидностью, и мы, ребята, активные ребята, принимали участие. Также вот мы им помогали выбираться из дома, если это были колясочники, заезжали к ним, и ребята, волонтеры помогали их в посадку в автобус, из автобуса. Вот, финансирование, вот нас спросили, финансирование у нас существует за счет грантов, грантов от Росмолодежи, которые предоставляют молодым людям, либо в рамках форума, либо заочные этапы. Ваша организация называется «Стремление к жизни». Как давно она существует и каким образом она возникла, что послужило посылом? В нашей организации где-то около, так, наверное, тоже трех лет, но не официально пока. Вот полгода она уже как официально существует. Посылом, наверное, это… Мы захотели просто делать эти все мероприятия, чтобы не как вот один человек пришел, я буду делать, а чтобы у нас было юридическое лицо, которое имеет право представлять интересы где-то, либо, в первую очередь, это финансирование запрашивать для того, чтобы делать все эти мероприятия. Вот. Идея возникла, да, три года назад, когда я только начала заниматься доступной средой и проводить мероприятия с инвалидностью. Вот за те три года, пусть это опыт небольшой, да, по сравнению с Михаилом Геннадьевичем, по сравнению вообще с существованием всероссийского общества инвалидов, за те три года что-либо изменилось в доступной среде, если, ну, вот вы ей занимаетесь, я думаю, что какие-то проводите акции, там, насколько она доступна в общественных организациях, просто на улице, для поездок, для похода, я не знаю, в бассейн, куда угодно. Ну, если просто наблюдать как человеку, не то, что вот члену общественной организации, да, действительно меняется в лучшую сторону. К примеру, вот, даже мамочки с колясками, мы сегодня выходим гулять, а раньше было невозможно пройти по определенной дорожке, сегодня там уже асфальт, это очень хорошо. И магазины очень, ну, доступны и для колясок, и для людей с инвалидностью, и также аптеки. Но вообще в целом в городе все идет к лучшему. Все-таки стремится наш город сделать доступным для людей с инвалидностью. Михаил Георгиевич, как бы вы оценили доступность нашего города? На область я бы, наверное, замахиваться не стала, давайте хотя бы город оценим. Ну, там, за последние пять лет, понятно, что, может быть, там, 10-15 лет назад об этом вообще практически не говорилось, да? Ну, я думаю, что есть резон говорить о последних четырех годах, потому что фактически программа «Доступная среда» у нас с 2011 года существует, а реальное финансирование, которое мы получали, опять же, с точки зрения федерации, это началось с 2014 года. По области действительно объем довольно большой, то есть почти полмиллиарда рублей за это время было на это все цели потрачено. И, естественно, город Владимир во многом впереди всех остальных наших муниципальных образований. И так оно и должно быть, собственно говоря, это лицо области, столица. Да, конечно. И здесь понятны все эти подвижки. Крупные торговые центры для себя уже давным-давно определились, что без доступной среды они существовать не могут. И правила хорошего тона, и это важно, опять же, для того, чтобы не упустить клиентов. За ними подтягивается уже средний бизнес, потому что он тоже осознает, что люди с инвалидностью – это потребители, о них тоже надо помнить. Не только даже с той точки зрения, что по-человечески нужно людям не создавать дополнительных проблем, но это еще действительно потребители. Мир меняется. И, что немаловажно, когда мы говорим о доступности, мы говорим не только о пандусах, поручнях и прочем. То есть для нас в первую очередь важны моменты доступности тех самых услуг. То есть если человеку что-то нужно купить, он должен иметь эту возможность, даже если там нет пандуса. Если ему хочется подстричься, у него должна быть возможность получить эту услугу на дому каким-то иным образом. И вот в этом плане тоже ситуация довольно серьезно меняется. В сфере государственных услуг, социальной защиты, в сегодняшний момент практически все услуги можно получить вне зависимости от тяжести того ограничения, которое у тебя есть. Ну, на мой взгляд, стремиться есть к чему. И понятно, что здесь наших пожеланий еще, я думаю, что на десяток таких бюджетов, которые уже потрачены. Но, тем не менее, движение есть, оно ощутимо. Это самое главное. Вот, кстати, сколько у нас в регионе людей с ограниченными возможностями? И как много, у многих ли активная жизненная позиция, состоят ли они в обществе? Потому что не обязательно, да, если человек инвалид, то он участник общества. Посмотрите, по разным подсчетам, потому что до сих пор у нас статистически есть некоторые нюансы, ну, почти 150 тысяч человек у нас в области людей с инвалидностью. Это население целого города, это есть, чтобы разобраться. По всем опросам, где-то, ну, не менее половины из них стремятся к активному образу жизни. Стремятся, это не значит, что у них все получается, потому что, если мы говорим про город Владимир, здесь еще можно выйти из дома. А вот если мы упомянем, как он судок, дукамешка, то это будет гораздо сложнее. Вот, и далеко не все... Активная жизнь не значит вхождение в общественную организацию. Это просто открытость к миру. То есть принятие для себя каких-то решений по поводу работы, семьи, досуга, то есть, чтобы не замыкаться. Ну, коммуникация. Да, в организации у нас действительно очень большая организация по меркам общественных организаций. У нас практически 13 тысяч человек. То есть мы действительно очень большие. Вот, но 13 тысяч человек в организации и 150 тысяч инвалидов в области. То есть, вот... Меньше 10 процентов. Меньше 10 процентов. Но мы не стремимся на данный момент к такому вот массовому. Для нас задача, чтобы люди приходили к нам не просто за помощью, поддержкой. Мы с удовольствием окажем. Но нам хотелось бы, чтобы люди приходили активно, с какими-то идеями, со своим участием. И тут получается, что уже из 13 тысяч членов организации вот такого вот актива, я думаю, которые сами что-то делают, я думаю, что чуть больше тысячи человек. За последнее время количество приходящих в организацию меньше, больше, больше интереса, меньше. Вот какую-то статистику ведете? Знаете, последние лет 5 у нас довольно стабильная численность. Она меняется в десятках человек в течение года, потому что люди приходят, но, к сожалению, уходят по естественным причинам. Всплески нашей организации, они обычно свидетельствуют о плохом. Самый большой прирост членов организации у нас был в те самые голодные годы, когда мы раздавали еду. Следующий всплеск был, когда было довольно большое число нарушений прав инвалидов, связанных с законодательством. Потом был всплеск, когда были сложности с тарифами по ЖКХ. Потому что люди приходят, они ищут защиту. И вот этот всплеск приходов, они чаще всего массово набираются за счет тех, кто хочет решения проблем своих. Каков средний возраст примерно? Можно говорить о среднем возрасте человека, члена общества? Да можно, можно. К сожалению, мы довольно пожилая организация с этой точки зрения. Молодые люди не так часто приходят. Хотя у нас довольно сильная организация. Молодых инвалидов у нас почти 700 человек. Те, кто активно работает достаточно. Но в большинстве случаев это люди пожилые. Это связано и с тем, что их прошлым опытом, они многие пришли из социализма. И они привыкли к тому, что есть общество, общественная активность, что это нужно. К сожалению, сейчас в современном поколении немалое число людей, которые не верят в подобные процессы. Они ориентируются на себя, на свои силы, на помощь семьи. Как-то в общественные механизмы верят они постольку-поскольку. Их не очень много. Но мы им очень рады на самом деле. А, кстати, увеличение пенсионного возраста, на ваш взгляд, в долгосторочной перспективе увеличит количество инвалидов? Безусловно. То есть, дело в том, что увеличив пенсионный возраст, мы как бы на состояние здоровья никак не повлияем. А у нас, к сожалению, вот когда мы говорим про 150 тысяч человек, это люди, у которых есть справка об инвалидности. По факту, есть еще часть такая скрытая, латентная. Кто просто не оформил. Когда мы говорим с вами о пожилом человеке, который, ну, не знаю, имеет статус ветерана труда, ему нет никакого резона оформлять себе инвалидность. Потому что какой-то минимальный набор льгот, у него так и есть. А в том случае, если вдруг состояние здоровья не будет позволять ему, я не знаю, минует он свои 60 лет, он будет оформлять инвалидность. Он будет стремиться уйти по этому направлению. Так что, я думаю, что нашу полку прибудет. Ну, успокаивать меня, успокаивать все это можно, успокаивать себя можно только тем, что хотя бы уровень жизни, уровень качества жизни все-таки увеличивается. Да, ну, к сожалению, мы пока... Дело в том, что изменение того же самого пенсионного возраста, как оно может повлиять на модель качества жизни? Мы еще не можем до конца этого просчитать. К сожалению, у меня ощущение, что решение принято с точки зрения каких-то финансовой оптимизации, а не моделирования экономики из каких-то стратегий. Потому что, на самом деле, людей этих пока особо нечем занять. У нас рынок труда может им предложить только понижение статуса. И, соответственно, конечным итогом, на мой взгляд, общей логикой, будет то, что они перестанут получать... Следующим этапом, по-моему, будет пытаться попытка отказаться в пенсии работающим инвалидом. Вот я практически уверен в этом. Вот. И тут будет под большим вопросом стоять качество жизни. Я не знаю, пока у меня вот какого-то вот такой надежды или там уверенности, что все будет хорошо. У меня нет. Я пока побаиваюсь таких решений. У нас есть звонок зрителя. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы обратить внимание общественников на следующую ситуацию. У нас на улице Дзержинского красивое-красивое здание для того, чтобы проходить медицинское освидетельное инвалидов. Вот там мало того, что парковки нет для инвалидов, ни для кого. Еще на улице Дзержинского установлен знак «Остановка запрещена». Я только раз видела, что приезжают люди, и для того, чтобы выйти вот с инвалидом, непосредственно на комиссию. То есть там здоровых людей не бывает. Либо сопровождают инвалида, либо, собственно, сам инвалид приезжает на комиссию. И машину поставить даже для того, чтобы выгрузиться некуда. Хотелось бы вот, чтобы общественники обратили на это внимание. Спасибо. Ну, на эту тему мы уже и обращали внимание, уже письмо подготовили, даже не одно. К сожалению, здесь некие нормы градостроительные, которые касаются расположения остановочных пунктов. Мы просили, чтобы там была остановка, опять же, общественного транспорта, потому что не только на машинах люди приезжают на обследование. Там есть парковка, она расположена за зданием, и действительно она не всем очевидна, не все сразу понимают. Более того, после того, как там размещаешься, еще тоже возникает вопрос, как попасть, и тоже здесь действительно не очень хорошо. Я все-таки надеюсь, что по вопросу, по возможности парковаться поближе к входу, администрация города пойдет навстречу, потому что во многом это зависит от нее. Исходя из нашего голосования, внимание общественности к проблемам инвалидов необходимо. Сто процентов так считают, и ни один дозвонившийся не считает, что государство делает достаточно, к сожалению. Сейчас перед тем, как мы уйдем на рекламу, я хотела бы, чтобы вы прям коротко, Михаил Геннадьевич, рассказали о прекрасном проекте, который, как я понимаю, и к 30-летию в том числе, да, потому что название «30. Истории любви». Коротко-коротко, потом мы посмотрим сам сюжет, а потом обсудим. Коротко-коротко. Коротко, самая короткая история. Конвенция о правах инвалидов четко говорит о том, что инвалид имеет право на создание семьи, рождение детей. Реальная ситуация говорит нам об обратном. Общество смотрит на это косо, говорит о том, что дай бог, чтобы тебе самому выжить, ты и сам слабый, и зачем ты, а не дай бог, еще рождаются дети. Воспринимается обществом это не очень адекватно. Вот мы придумали проект, в котором попытались рассказать те истории и показать, что на самом деле семья людей с инвалидностью – это хорошо и полезно не только им, но и обществу. Итак, реальная, одна из реальных историй прямо сейчас. В небольшом древнем и живописном городке Мценский, основанном в 1146 году, расположенном на семи холмах, живет семья Неводуевых. Наталья и Евгений вместе 11 лет. Познакомились в поликлинике, они ждали своей очереди на прием. Между ними завязался интересный разговор. Поговорили, что даже не заметили, как прошло время заходить к доктору. Расставаться не хотелось. Обменялись телефонами и договорились встретиться. Так началась история любви. Много лет прошло, как они вместе. Их творческий союз продолжается и дома, и на работе. Евгений – председатель Мценской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. А Наталья – его правая рука. Член правления по социальной работе. Одна из основных функций ВАИ – защита прав инвалидов, которая направлена на улучшение их социального положения. Организуются разные встречи для членов организации детей с ограниченными возможностями. Они посещают мероприятия, проводимые в городе, во дворце и парке культуры, в Кровеческом музее, в спортивных площадках, в городе и за его пределами. Этот кубок очень дорог для нашей семьи, для организации, потому что он первый. В нашем городе Мценске было спортивное мероприятие в 2017 году «Золотая осень». Это командная победа. Наталья и Евгения воспитали двоих детей – Александра и Анатолия. Старший работает в ресторане «Москвы поваром». Младший студент первого курса Московского высшего общевыскового командного училища. Наталья любит вышивать, вязать и готовить изысканные блюда. И это неудивительно. Она повар, работает в детском саду номер 4. Евгения коллекционирует технику времен войны и увлекается историей Великой Отечественной. Это один из лучших танков своего времени. Еще выпускался до Т-34 времен Великой Отечественной войны. Это КВ. Клим Ворошилов, но он был бронированный танк, не каждый снаряд его брал. И до, в принципе, выпуска Т-34 это был один из лучших танков на период начала Великой Отечественной войны. Потом, конечно, уже выпускали Т-34, они более маневренные. Средний танк считался. И броня у него была, но не уступала, во всяком случае, многим немецким танкам. И не каждый немецкий снаряд брал, допустим, броню этого танка или Т-34. Супруги в свободное время любят путешествовать по родному городу. Он богат на достопримечательностях. Гора Самород – памятники военной истории. Несколько раз выезжали в Крым и Краснодарский край. За рулем Наталья, а у Евгения в руках фотоаппарат, чтобы запечатлеть интересные моменты путешествия. Когда они дома, любят слушать музыку, а иногда они поют душевные песни. Чоп-секрет счастья семьи. Их семейный уклад строится на понимании и поддержке. Супруги знают, что нужны друг другу, и это окрыляет. Этой семейной паре покровительствует Петр и Феврония. Эти святые – пример безумной любви, преданности и верности. Доступная среда – тема Телефорума сегодня. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. 44-40-47 – телефон для связи со студией. Также не забывайте принимать участие в нашем телефонном голосовании. Вопрос, который вы видите у себя на экране, звучит так. Внимание общественности к проблемам инвалидов. На ваш взгляд, необходимо, либо государство делает достаточно? Пока вариант 100% за то, что внимание общественности необходимо. И вот то самое внимание, те снятые прекрасные 30 историй о любви. Михаил Геннадьевич, для меня грустно только то, что вам всего 30 лет. Я имею в виду Всероссийскому обществу инвалидов. Историй всего лишь 30. Нет, историй больше, конечно. Мы обозначили так тему проекта, а на самом деле мы получили их почти 50 штук. Они со всей страны. Вот сейчас тот сюжет, который вы видели, по-моему, Орловская область. А у нас и Сибиряки, и Урал, и наших Владимирских очень много. То есть эти истории можно посмотреть. Они все есть на Ютьюбе. Просто набирается «30 историй любви». И там есть наш канал, есть сайт тоже «История любви РФ». Действительно, каждая из них интересна по-своему и показывает о том, что семья сама по себе и как ценности людьми с инвалидностью воспринимается гораздо ближе. И помогает. И помогает не только выживать совместно, когда люди объединяют свои две пенсии и живут чуть лучше. Нет, не только. Она помогает им себя реализовывать. Когда меняется его роль, ему нужно о ком-то заботиться, он иногда забывает, что у него нет ног или рук. Ему нужна работа. И когда у него появляются дети, он понимает, что их надо учить. И он становится отцом. Нужным становится. Он становится нужным. И мир вообще для него меняется абсолютно. И вот как раз история была об этом. Ну и опять же мы провели исследование. Кроме того, что мы сняли эти ролики, пригласили эти семьи, они у нас были в Муроме на дне Петра и Февронии. Мы провели научно-практическую конференцию. Мы собрали ученых, иссоциологи, исследовали эту тему и выяснилось, что люди, где в паре есть кто-то с инвалидностью, ну, во-первых, они более устойчивые семьи. Они более, так сказать, гарантии качества и срок годности у них. Они гораздо больше. Ну, казалось бы, трудности, да, но не останавливают. Трудности, да. Но они понимают, чем рискуют. Они это ценят больше. И потому в моменты, которые бывают в каждой семье, какие-то ссоры, какие-то неурядицы, они готовы идти на компромисс. Они готовы уступить, подумать перед тем, как сказать. А это, в общем-то, очень важно. К сожалению, люди здоровые, почему-то искренне верят, что шансов на счастливую жизнь будет еще десятки. А вот в виде с инвалидностью, думаю, что вот если сейчас есть это счастье, за нее надо держаться всеми руками. Холите, лелеете. У нас есть звонок телезрительницы. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. И ваши прекрасные гости. Вот вы знаете, я что хочу сказать. Вот тут я очень люблю телеканал, российский бизнес-канал. Оказывается, наш бюджет формируется из расчета 40 рублей за нефть. Вот. То есть там, как все социальные программы, они формируются именно так. Поэтому мне, конечно, я вот так считаю, как взрослый человек, считаю, что очень мало обращают внимание на все наши социальные проблемы. Вот. Поэтому я вам позвонила. Ну, как я понимаю, телезрительница говорит о том, что недостаточно денег выделяется на то, чтобы государство, ну, собственно говоря, в чем опрос наш, да, на то, чтобы государство помогало людям с ограниченными возможностями. Вот, Михаил, на ваш взгляд, ну, понятно, что хотелось бы лучше и так далее. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день вы знакомы с ситуацией. Как вы считаете, финансирование? Финансирование. Ну, вот, понимаете, я представляю общественную организацию. И, конечно, часть государственного финансирования в каких-то, через гранты, конкурсы попадает и к нам. Но основную задачу существования нашей организации, в принципе, она на нас. То есть, если мы придумали, как заработать деньги, то у нас есть деньги на то, чтобы оплатить коммунальные платежи и заработную плату, потому что люди работают, это для них основное место работы. И, конечно, мне кажется, что здесь мне бы больше хотелось задумываться о социальных программах, чем о том, где найти деньги на то, чтобы заплатить коммуналку в каком-то нашем районе, организации. И здесь я полностью согласен, что как-то вот не очень рационально. Мне кажется, что денег тратится относительно бюджета, на самом деле, не так уж и мало. Вопрос в том, на что, как. Для меня очень важно то самое КПД этих денег. То есть, у каждого решения, принятого, есть действительно какой-то результат. Мы можем потратить деньги на проведение какого-то глобального праздника. Ну, праздники тоже нужны. Но если мы перед этим не сделали, не решили проблему конкретного человека, он пребывает в нищете или в каком-то несчастье, а мы бы устроили праздник, фейервер, мне всегда это кажется неправильным. И вот здесь, на мой взгляд, вопрос выбора направления расходования, вопрос стратегии расходования. Да, мне кажется иногда, что наше государство, оно несколько тяжеловесное. И его слишком много, ему приходится... Ну, все помнят эти разговоры про здание пенсионного фонда. Ну, да, мне тоже кажется, что не все рационально. Еще один звонок телезрителям. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. А вот я хотел бы поблагодарить Олесю за то, что мы ездили с ней на экскурсии. Вот гуляй в поле, в Верховед, и хотел бы узнать, вот еще будут такие экскурсии. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Олеся, будут ли еще экскурсии? Ну, к сожалению, в этом году мы закрываем серию поездок, но планируем, что либо весной, либо летом начнем, в зависимости от финансирования, опять же, если нас поддержат. Но сейчас мы проводим другие мероприятия. Это мероприятия квест-экскурсии. Если вы хотите, присоединяйтесь к нам, пишите мне в социальной сети или звоните. Квест-экскурсии по городу. Это либо вы разгадываете загадки, ходите по городу о наших достопримечательностях, либо же мы гуляем с вами с гидом. Сейчас мы организованно делаем мероприятия, проводим для глухонемых людей с инвалидностью, которые обучаются у нас в ЛГУ. Ребята приехали со всей России, наш город совсем не знают. И поэтому следующая экскурсия у нас стартует в пятницу. Так что, те, кто хотите, присоединяйтесь. Мы с вами пойдем по нашему замечательному городу. У нас еще один звонок телезрителя. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я, безусловно, Ванок Олег Владимирович, проголосовал за второй вопрос. За второе. Что выгодался, действительно, делает достаточно много. И хотел бы сказать вот инвалидам всем, что больше их терзают дети, что им мало и так далее. Вот в чем дело. Инвалид, который, ну, как он прожил, и все он понимает. А дети начинают, вот, им мало платье и так далее. Спасибо. Плохо слышно было? Да, слышно было, действительно, плохо. Ну, мне, по крайней мере, показалось, что звучал вопрос по поводу взаимоотношений, то есть, людей, опять же, пожилых с инвалидностью и их детей, если я правильно услышал. Ну, здесь, вы понимаете, вопрос этот не связан с инвалидностью, вопрос связан с отношениями поколений и воспитанием. То есть, наши дети – это результат нашей жизни. Это не случайно, к сожалению. И действительно плохо, если нет вот этой вот той самой меры уважения и заботы о своих близких, тем более попавших в ситуацию инвалидности. Это, действительно, очень тяжело, но приказом это не сделаешь. Мы можем только стараться воспитать сейчас вот тех маленьких детей, которые есть, воспитать их так, чтобы завтра, когда мы окажемся в положении какой-то беспомощности, они нас точно не бросили. Ну, а вообще, отношение общества к инвалидам, к людям с ограниченными возможностями непосредственно у нас в стране, на мой взгляд, они меняются и меняются в лучшую сторону. Это так? Да, конечно. Молодежь принимает, ну, вот насколько мне видно. Я, кстати, у вас хотела спросить, Алиса, почему вы делаете экскурсии только для инвалидов? Почему вы не делаете смешанные группы? Может быть, не стоит настолько инвалидов отлучать от общества? Почему только они пойдут смотреть город и так далее? Ну, у нас не только инвалиды, вот именно что с проекта, потому что мы берем людей с инвалидностью, берем молодежь, и они между собой контактируют. Даже вот у нас была поездка в Муром, был парень, который только закончил школу, и когда мы с ними собирались, я рассказывала, как правильно подойти к человеку с коляски, как спросить его о помощи, можно ли там вообще к коляске прикасаться, у него были большие-большие удивленные глаза, ему было страшно. А после поездки в Муром, когда я видела, что он подходил спокойно к людям, помогал, с ними разговаривал, я поняла, что вот этот барьер он преодолел. И вот наши поездки на то и направлены, чтобы люди могли общаться с людьми с инвалидностью и понимать, что это не страшно, что можно помогать, что они такие же люди, как и мы, что им нужна помощь, нужно подойти правильно, спросить, как помочь. И тем самым люди понимают, что мы можем как бы помогать другим людям с инвалидностью, помогать пожилым людям также. И происходит воспитание молодежи через вот такие, знаете, поездки. Просто поехали и посмотрели, ознакомились, но при этом хорошо пообщались. Ближайшие планы, как я понимаю, в следующую пятницу это знакомство с городом Владимиром, экскурсия, да? Это в эту пятницу уже. И в конце месяца мы планируем организовать круглый стол по проблемам трудоустройства людей с инвалидностью. Просто во время поездок у нас состоялось с ребятами очень много разговоров, что есть много проблем при трудоустройстве людей с инвалидностью. Бывают отказы, бывает запрашивают какие-то документы, которые нужно проходить, комиссии и прочее. Кто-то просто боится принимать на работу. Вот мы бы хотели собраться с администрацией города, области, с ребятами, которые у нас активно принимали участие, и обсудить, как вот решить эти проблемы, чем мы можем ребятам помочь. Напоминаю, наши гости сегодня Олеся Нестерович, член общественной организации «Стремление к жизни». Как я понимаю, если кому-то интересны ваши контакты, это все можно найти в сети, да? Группа «Стремление к жизни» примерно так. Спасибо большое, Олеся, что пришли сегодня к нам. Михаил, действительно ли так остро стоит проблема с трудоустройством? Вот, кстати, наличие интернета, наличие появления вот этих новых коммуникаций, мне кажется, прибавило работу людям с ограниченными возможностями, так? Только у нас времени мало. Да, проблемы на самом деле есть. Если у нас инвалид имеет хорошую специальность, и он действительно профессионал, вероятность его трудоустройства довольно высокая. Если у него невысокая квалификация, отсутствует опыт, и либо есть действительно определенная категория людей с инвалидностью, то рынку ему на самом деле реальность на сегодняшний момент предложить практически нечего. То есть, на мой взгляд, важно, чтобы у нас были не просто рабочие места, конкурентные, да, а чтобы были еще и поддерживаемые мастерские, которые были ориентированы просто на организацию занятости такого-такого плана. У нас, к сожалению, пока в городе и в области вот этого нет в том формате, который необходим. Ну, я думаю, что и в этой области это тоже будет потихоньку меняться. Я очень надеюсь. Более того, мы написали проект по этому поводу и ждем результатов президентского гранта. Очень надеемся, хотя бы осознаем, что это довольно масштабная задача. Михаил, спасибо большое. Спасибо за вашу работу, за ту работу, которую вы делаете, находясь на посту председателя областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Спасибо вам. Спасибо большое. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда можете посмотреть и прокомментировать на нашем сайте. Вариант-рв.ру. Ну, а итоги нашего голосования таковы. 92% говорит о том, что внимание общественности к проблемам инвалидов необходимо, и лишь 8% считают, что государство делает достаточно. На сегодня это все. С вами была Елена Панина.